Малахова северо-западная, все это прет, все это сюда к нам. Она не успевает, способностей нет. И попрет, и все в огороды заливает. Во, вот сюда аж выходило, все сарайки залило, в погреб пошло, в подполз. Александр много лет живет на этой улице. Говорит, проездную впору переименовать в проточную. Талые воды ежегодно пробивают себе путь на частные подворья. Топят погреба и сараи. Источник бед берет начало в местной реке Пивоварки. Лед на ней еще не скрылся, а воды уже хоть отбавляй. Местные жители искали помощи у коммунальщиков, ответ людей не порадовал. Своими, говорит, силами долбите, прочищайте Пивоварку. С ума сойди, можешь еще опим, долбите. С подобной проблемой сталкиваются и жители соседних улиц. На аэродромной вода уже стоит на нескольких земельных участках. Явление привычное, но жители удивлены другому, почему так рано. Ту сторону вообще все затопило, там все дома затопили, туда, вниже. И вот здесь вот сосед, вот через дорогу, у него тоже в ограде уже вода. Вот зимой, когда затопило, наледь пошла сверху. И аэродромная 29, аэродромная 31 полностью огороды затопило, и в дом зашла вода. Вот тогда они приехали. Они – это представители районной администрации. Кстати, так совпало, что во время визита нашей съемочной группы на проблемном участке работала оперативно созданная комиссия. Правда, немногочисленная. В лице начальника штаба ГОИЧС администрации железнодорожного района Сергей Ященко пояснил. О подтоплениях знают и над устранением работают. Здесь таков рельеф местности, что, вот видите, да, допустим, один дом находится очень близко к руслу реки Пивоварки и расположен в низине, то есть здесь еще проходят грунтовые воды. Это, возможно, еще дало эффект промерзания русла, то есть давление льда на русло. И то есть вот эти грунтовые воды, они начали выходить вот в низменных местах. Сейчас на реке работает техника, пробивает путь сталой воде. Но это всей проблемы не решит. Русло необходимо прочищать, а захламили его сами жители. Бытовой мусор тому подтверждение. Администрация железнодорожного района сейчас ищет подрядчика, который избавит пивоварку от старой мебели, покрышек и прочего хлама. Но к работам получится приступить только в начале лета. Так что местным жителям остается только надеяться, что первая волна настоящего паводка не накроет их дома основательно. Андрей Дрейер, Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.